В Бендерах возле памятника Ленину провели митинг против обнищания народа, беспредельной власти депутатского корпуса и чиновников. Его организатором выступили преднестровские коммунисты. Про обнищание говорили мало, больше о депутатах. Я обращаю внимание на нужды населения, лоббируют исключительно свои интересы и свой бизнес. Политический кризис, который мы все наблюдаем сейчас, обоснован не идейными ценностями, а моральным банкротством отдельных личностей, гордо носящих значок депутатах. Бендерский парламентарий Сергей Семенов, принадлежащий к обновленцам, обратил внимание на несправедливое введение избирательной кампании под выбором в Горсовет. Но выступавший за ним первый секретарь Перенестровской компартии напомнил недавнюю историю и призвал к решению неприкосновенности депутатского корпуса и льгот избранным. Не имея оснований к отказу в регистрации, территориальная избирательная комиссия отказывает в регистрации к такому-то кандидату. И я не слышал ни одного представителя партии обновления, что они говорили, что они за честные выборы. Честными, ребята, нужно быть всегда. Не тогда, когда это кому-то выгодно, а для того, чтобы действительно в Перенестровской и Молдавской республике власть принадлежала народу. Водитель, машина, которая должна меняться четыре раза в год, советники, помощники, прислуга. Вот я задавал вопрос, в том числе и депутатам от фракции обновления, которые не поддержали мою инициативу об отмене льгот бывшим первым лицам. Зачем прислуга? Что они должны делать? Борщи варить, вещи стирать, сумки носить? И правильно ли это по отношению к простым гражданам Пренестровской и Молдавской республики? Почему-то мои доводы в Верховном Совете, в том числе и фракции обновлений, не слышат. Другой бендерский депутат также призвал к борьбе с депутатами, не поддерживающих предложения исполнительной власти, и, вспомнив все их грехи, призвал поддержать на довыборах кандидатов от фракции «Наш город». Мы понимаем, что если этот правовой беспредел, который продолжается в стране, не прекратится, то сегодня вот этот не такой многочисленный митинг завтра перерастет в революцию по всей стране. После выборов президента в 2011 году Верховный Совет, по сути, объявляет бойкот всем законодательным инициативам, которые он вносил. Не принят бюджет страны. Вы понимаете, да, что это такое? То есть правительство вносит, все поправки, большинство поправок отклоняются в Верховном Совете, большинством депутатов от партии обновления отклоняются все инициативы. По срокам давности, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, по отмене баснословных льгот чиновникам и бывшим первым лицам государства, пытаются ввести постоянно какие-то дополнительные гарантии в части неприкосновенности депутатской. Кому она нужна? Вот мне она не нужна. Нужна, я так понимаю, тем депутатам, которые занимаются у нас бизнесом в республике, которые приватизировали имущественные комплексы. Глава администрации вносит в городской совет инициативу, давайте дадим согласие на привлечение ресурсов на строительство дорог. Так всяческими путями пытаются отклонить. Да нам не надо, нам какие-то аргументы, какие-то ошибки. Выступают против парламентского центра, отклоняют еще там ряд инициатив. За правоту и против олигархов призывали бороться. Эти двухлигие чины, загнавшие нас в нищету, и эти иуды, что в храме, бессовестно ждут правоту. А за правоту, за правду надо бороться не словами, а делом. Смутные годы перестройки, кто честно, кто нечестно, разбогател, вытянулись во властные структуры, и теперь нам произносят хорошие слова о добре, о милосердии, о сострадании. Но никто из них не поделился своим богатством с тем, кто рядом живет и голодает нищенством. Наконец дошла очередь и до качества жизни. Оказывается, все зависит от нас. Но как улучшается наша жизнь, мы с вами видим. Это, наверное, зависит от нас самих. Мы с вами очень активные, энергичные, боевые, в очередях, на кухнях, в троллейбусах, но не там, где надо. Представитель Просуза Агрария была более предметна и дала иной взгляд на ситуацию. Беднота, ты моя беднота. Говори правду. Сегодня принятие, кто отработал нормальный трудовой стаж, 1400 рублей. И 250, это 265, мы получаем на бабки. Я тоже пенсионерка. Так вот, мы считаем себя бедными, хотя имеем еще ряд льгот. Брат у меня в Одесской области, он получает 1000 гривен. Это 120 долларов, а в нас выше 150. Так вот, немножечко о выборах. Я была депутатом, знаю избирательный кодекс, но если председатель окружной избирательной комиссии, заседая в субботу, регистрирует кандидата в депутаты, выдает ему удостоверение, что он кандидат, с утра, а после обеда она начинает рассматривать документы и говорит, что у него нет документов, и кричит, отмените мое решение. Я бы хотела, чтобы вы ответили. Она имеет право дальше быть председателем окружной комиссии. Вы знаете, да, мы бедно живем, а для того, чтобы мы жили лучше, все вместе действительно должны найти взаимопонимание. Член Приднестровского комсомола пригрозил депутатам импичмента. Комольцы по всей республике собрали более 4000 подписей. Мы настроены очень серьезно. Если Верховный Совет Приднестровской Малавской Республики не примет эти законопроекты, то мы готовы выступить с предложением о проведении референдума, где будет поставлен вопрос о распуске Верховного Совета. Редактор коммунистической газеты «Правда Приднестрое» обвинила в бедах местных олигархов и раскрыла лицо так называемой оппозиции, попутно приведя пример бендерских пиар-технологий. Они молчали. Сейчас они называют себя оппозицией. Оппозиция называет себя даже беглый депутат Дмитрий Сойин, который всю жизнь руководил отделом МГБ по борьбе с оппозицией. Распространяются совершенно дикие слухи. Будто они всюду хотят казино пооткрывать и даже человеческое мясо кушают. Набирающий скандальную репутацию местный любитель «Правды матки» не стеснялся в выражениях, завалил всех своими вопросами и предложениями, проявив особую осведомленность. В этом виноват не партия обновления и не прорыв, а виноват председатель Центральной избирательной комиссии Денисенко в Тирасполе. Паркной урны нету, начиная от исполкома, кончая до конца города. Что не хватает милиционеров. Понимаете? Это неправда. Милиционеров хватает. Малочистое исполнение организаторов митинга было связано с боязнью людей и отсутствием информации. В принципе, могло бы быть и больше людей, потому что освещались вопросы, важные для всех горожан. Кроме вопросов, важных для всей республики, были и специфические вопросы города. Возможно, кто-то не знал. А некоторые люди, вы знаете, боятся. Боятся заниматься в политике. И я им с большим трудом разъясняю так, как разъяснялась своим свидетелям, когда работала в милиции. Ребята, чем больше вас, тем для вас это безопаснее. Не бойтесь, на одного человека можно наехать, на двоих, на десять. Когда выходит сто, уже сложнее. Когда выходит пятьсот, еще сложнее. Несколько тысяч и все. Несколько десятков тысяч, и мы их сломаем. Митинг на сто процентов не удался, но где-то в восемьдесят пять процентов удался. Людей собралось сколько? Наверное, больше сотни. Проблемы жгучие, проблемы нашего города. Волнуют всех, каждого. Но мы привыкли, чтобы кто-то говорил и кто-то делал, а я потом подойду. По-моему, хорошего. Давно у нас митинга не было, с прошлого года. После принятия резолюции народ стал расходиться. А я так и не понял, при чем здесь было в повестке дня обнищания народа?